В связи с нами должен быть наш коллега, журналист Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы вчера много обсуждали о том, как заработает, или вообще не заработает, параллели и похожие вещи с режимом Сталина, с режимом Гитлера и сегодняшним днем в Российской Федерации. Но были разные мнения. Вот я с вами хотел обговорить о том, когда же все-таки проснется чувство, ну, не надо держать меня за лоха, сколько можете мне лгать, вообще эта шиза должна закончиться. Вот такие чувства, когда они родятся. Я почему спрашиваю. Вот смотрите, нельзя даже не улыбнуться при всем абсурде ситуации. На Алиэкспресс, это одно из немногих способов, как российские граждане могут что-то там заказать с китайского интернет-рынка, что-то там им пришлют. И вот очень популярный товар там есть, это туалетная бумага с изображением Владимира Зеленского. Так ее рекламируют, каких-то там несколько рублей, и вот приходит посылка. Продавец-обманщик прислал рулон с принтом президента Российской Федерации Путиным. К использованию не годен, настроение испорчено. Супер-троллинг, наверное, тысячного уровня, но это тот момент, когда должно что-то щелкнуть. Ну сколько можно вот этого идиотизма вокруг и закрывать на него глаза? Или все-таки будут еще закрывать на идиотизм глаза все? Вы знаете, я думаю, что вот этот вот подмененный рулон туалетной бумаги, это не будет тот щелчок, который выключит этот тумблер идиотизма. Ну, давайте начнем просто с анализа того, у кого этот режим идиотизма включен, а у кого его изначально не было. Миф о том, что подавляющее большинство россиян – это зомбированные идиоты, которые, ну или там все россияне, или абсолютное большинство поддерживают Путина, это миф, он создается российским телевизором, российской пропагандой и успешно поддерживается в целом ряде стран, и в том числе, надо сказать, и в Украине тоже каким-то количеством людей. Это ошибка, это не так. Давайте просто по цифрам, по фактам. Значит, вот сначала вот этой вот мобилизации 220 тысяч человек поехали на фронт, и свыше 700 тысяч поехали в другую сторону, то есть за пределы Российской Федерации. Это реальное поведение, которое показывает, какое количество людей поддерживает войну, а какое ее не поддерживает. говорить о том, что, так сказать, ну вот те смелые, а эти трусы. Ну, знаете, значит, вообще бросить все, уехать из страны, бросая бизнес, бросая, так сказать, имущество, и поехать в неизвестно куда – это, в общем, тоже такой себе поступок. То есть это демонстрация того, что эти люди не хотят себя связывать с этим режимом. И я должен сказать, что вот там проводились эти анализы в очередях, опросы в очередях, многокилометровых. И это в основном то самое население, которое в свое время выходило на митинги протеста. То есть это протестная масса. Она молчит, потому что, во-первых, эти люди не, так сказать, присутствуют в... Они не представлены во власти, они не представлены в эфире, в официальных российских СМИ, но их достаточное количество. Сколько? Понятия не имею. Игорь, а вот тут очень важно понять, вот вы через запятую перечислили те, кто держит рубильник вот этого абсурда, но я вот только вчера посмотрел свежие цифры от Фонда общественного мнения. ФОМ, который дает, что цифры 78% ура, чепчики бросают лифчики и аплодируют аннексии украинских областей. Это тоже часть этого рубильника ФОМ, Фонда общественного мнения, или это реальные настроения? Нет, это, конечно, вранье полное. ФОМ – это часть этого рубильника. Дело в том, что вообще массовые опросы на тему поддержка-неподдержка войны и Путина – это, ну, понимаете, вот в сталинском СССР. Представьте себе массовый опрос людей, значит, вы поддерживаете Сталина или нет. Да, то есть, ну, конечно, поддерживаете, товарищ майор. Ширкетитит, товарищ майор. Та же самая, так сказать, мысленный эксперимент проведет и такой опрос в Третьем Рейхе. Да, то есть, вы как вообще относитесь к нашему фюреру? Значит, ну, скорее всего, так сказать, сдали бы этого опросчика, этого интервьюера гестапо. Поэтому вот это, ну, примерно такая же ситуация с опросами общественного мнения по этим вопросам. Значит, тот же самый ФОМ, кстати говоря, когда он делает опросы не по отношению к войне, а по отношению, так сказать, к своим настроениям внутренним, он фиксирует рост тревожности более чем в два раза после начала мобилизации. Вот это уже искренне, вот это правда. Вот здесь вот я включаю Станиславского и говорю, верю, да. То есть, рост тревожности и рост вот таких вот настроений, так сказать, паники и так далее, он присутствует. Так что это все фигня, все эти поддержки. Да, безусловно, так сказать, выступить открыто. Ну, опять-таки, много ли у нас в Советском Союзе при Сталине было выступлений открытых, так сказать, с попыткой свергнуть сталинский режим. То же самое можно говорить, да и во всех республиках. То есть, да, какие-то попытки отдельные были, но это все равно было безуспешно. Поэтому тоталитарные фашистские режимы изнутри не свергаются. Но в данном случае мы говорим о серьезном расколе. Этот раскол очень трудно оценить. По какой линии, где какая сторона, сколько сейчас за, сколько против, это вопрос. Теперь, что касается, вот прямо отвечая, хочу все-таки прямо ответить на ваш вопрос. Что является... А я можно, Игорь, я к этому рубильнику не троллинг еще добавлю, а добавлю ситуацию, которая очень, ну, очень лакмусовая бумажка вот этого идиотизма. Вот мы всегда видели, что идиотизм где-то там, в глубинке, за МКАДом. А это столица. Москва. Менты атакуют машину. В машине сидит москвич. Да, отец четырех детей. У него играет магнитола. Крутит украинскую музыку. И вот этому Антону Усову, да, за прослушивание украинской музыки впаяли 15 суток ареста. Это как бы за то, что он в машине делал. И 50 тысяч рублей штрафа за то, что он слушал украинскую музыку. А это вообще полный идиотизм. Вот такую шиза и рубильник. Вот я вам дорисовал еще 5 грамм дозу шизофрении из психбольницы. А вот теперь вы нам про этот рубильник и расскажете. Когда его сорвут? Опять-таки, это то, что вы дорисовали эти 5 грамм, это 5 грамм не в пользу шизы, потому что, ну, полиция, так сказать, неважно, до чего докопаться, понятно, что это, так сказать, ну, дело такое. Им нужно галочку поставить, вот они докопались. А сейчас политически мотивированное дело, так сказать, ясное дело, что это слушает украинскую музыку, это предатель. Тут вопросов нет. Поэтому люди срубили палку. Значит, теперь конкретно, что касается того, что может сорвать этот рубильник, что может сорвать и изменить у тех людей, которые действительно верят телевизору, которые действительно верят Путину или делают ведь, что верят. Это уже отдельная история, что там в этих скорбных головах происходит. Значит, никакие вот эти вот факты, никакие вот эти вот там подмены туалетной бумаги или какие-то еще яркие признаки идиотизма не в состоянии изменить этого сознания. Не в состоянии. Категорически нет, этого не будет. Что в состоянии изменить? В состоянии изменить полный, серьезный разгром фашистской оккупационной армии России, которая пытается сейчас и, скажем так, довольно успешно пытается осуществить армию Украины. И первые же серьезные успехи, я имею в виду, не такие вот символические успехи, как подрыв Крымского моста, значит, а серьезные успехи, настоящие. Я не хочу недооценивать того, что делает украинская армия сегодня, но вот серьезные какие-то знаковые, настоящие успехи, там, типа освобождения Херсона, например, или, например, так сказать, что тоже вполне вероятно уже скоро, освобождение Донбасса, например. Я уже не говорю о, так сказать, деоккупации Крыма. Это, насколько я понимаю, более сложная задача, хотя сейчас уже из Крыма бегут. И это, в общем, отдельная история, насколько здесь, ну, здесь лучше, наверное, у генерала Залужного спросить, хотя он, конечно, не скажет, что он будет освобождать в первую очередь. Но вот я думаю, любое из этих знаковых событий, оно способно перевернуть ситуацию. И не потому, что оно перевернет ситуацию сразу в головах вот этих вот зомбированных людей. Их достаточно много, чего там говорить. Но это способно перевернуть ситуацию, прежде всего, в армии. И я думаю, что не исключено, что это будет серьезно. Вот эта трещина, которая между Путиным и армией существует, она будет углублена. И я не исключаю, что в какой-то момент армия просто перестанет выполнять приказы главнокомандующего, потому что Путин, проигравший, это уже Путин не настоящий. Это уже царь не настоящий. То есть синдром февраля 1917 года. Да, я понимаю. Но смотрите, про рубильник и зомбированных телевизором людей много наших экспертов. Наверное, вы тоже говорили, что состояние этих людей, которые наглотались федеральных политических ток-шоу за 10 лет столько, как таблеток, что они уже перешли даже не в сторону зомбированности. Это как бы культ. Они как верующие какого-то культа. Но есть еще глубиннее народ. Это те люди, которые, знаете, веруют в икону, в храм и в батюшку, который говорит, даже не в Бога. Вот. Я имею в виду такую организацию, как Российская Православная Церковь. И мой вопрос не о военном преступнике, Гундяеве Кирилле, а об этой братве, которая каждый день, каждое воскресенье втолкмачивает вот эти проповеди о духовной мобилизации. Вот. А это люди, которые их слушают. Вот только фрагмент вам покажу. Батюшку, который проводит духовную мобилизацию и подготовку паствы к ядерной войне. Вот фрагмент послушаем. Существование русской церкви. Господь этого не допустил. И сейчас не допустит. Если мы с вами проведем духовную мобилизацию. Кто ленится, пусть прекратит. Кто осуждает, пусть закроет свой рот. Кто слушает поганые всякие новости. Прекратит это делать. Моя мама мудрая царствия небесная говорила всегда, то что бы эти новости слушать. Если начнется ядерная война, Вавиль, сынок, ты об этом узнаешь. И действительно лучше находиться, говорят специалисты, поближе к эфициенту. Вот. Так очень все быстро закончатся. Ну а если говорить бездолием такой горькой иронии, то никто из нас с вами не знает, чем все это закончится на наш век. Смотрите, это второй уровень зомбирования. Первый это федерально-скобеевские там симоняновские новости. А тут ядерный батюшка говорит, вообще никаких новостей. Закройте свой рот и прекратите следить за событиями. Вот этот уровень православия головного мозга и зомбирования, а он когда пройдет? На это вообще я бы на это не стал обращать внимание вообще. Потому что первое, понятно, что подряс у этого гражданина проступают погоны. Это всем понятно, это известно. На самом деле они все, начиная с Гундяева, они все безбожники. Ну не атеисты, как вот я, но они просто безбожники. Это совершенно очевидно, ни в какого бога они не верят, это совершенно ясно. Вот мне бы очень интересно посмотреть было не на него, с ним-то все предельно понятно, я таких повидал очень много. Значит, а вот этих вот майоров, капитанов, так сказать, в рясе, это понятно, здесь этот персонаж ясен. А вот аудитория, которая там слышала, там ребенок за кадром плакал и так далее. То есть это более интересно. Я думаю, что первое, влияние вот этих вот людей, оно крайне наносное. Вы вспомнили февраль 17-го года, я хочу просто углубить эту аналогию, углубить это воспоминание, и вот абсолютно православная страна, которая была до октября, до Октябрьского переворота, после Октябрьского переворота радостно стала вешать священников и так сказать сшибать колокола и кресты с храмов и устраивать в храмах конюшни. Это происходит мгновенно, это называется инверсия сознания. В России плюс на минус меняется мгновенно, и все это православие головного мозга исчезает в одну секунду. Да, оно потом проявляется, проступает, так сказать, там иконы, там, так сказать, иконки, крестики, так сказать, под партийными билетами хранят и так далее. Все это проступает, но это не влияет на поведение, поэтому я думаю, что вот это, этой проблемы не существует, а вот депутенизация сознания, так сказать, дефашизация, деноцификация, это тяжелый процесс, это, на мой взгляд, глубже, а вот этой второй, как вы называете, глубинной, глубинного зомбирования, я бы на это, я бы не увеличивал значение вот этого, этого процесса, так что вот надо устранить причину, устранить причину, это устранить, разрушить путинский режим, а дальше уже зависит от того, что возникнет на его обломках, и сколько придется вылечивать, лечиться придется долго, очень долго, Германия вылечивалась не менее 30 лет, и то под присмотром опытных врачей из стран-победителей, США, прежде всего, Великобритании, в основном, они были лекарями, они были, так сказать, санитарами, которые держали Германию и давали ей проверенные хорошие лекарства в виде, так сказать, нормального телевидения, в виде разделения властей, демократии, деноцификации и так далее. Да, ну вот даже есть пример ваших слов, истинности ваших слов, это турбоконверсия с плюса на минус, вот реально читаю почему надо в Уральский государственный театр эстрады сходить и послушать концерт Алла Трибьют, потому что это поющая душа России, песни Аллы Пугачевой и другое. Так, и вот плюс на минус, вот ваш пример, афиш убрали, да, так же, как и перед этим убрали все песни Пугачевой, песни любви, и теперь будет концерти какой-то, убрали эту афишу, этот концерт о песне Пугачевой из радио, да, вот плюс на минус в одночасье после того, после того твита Аллы Борисовны, и вот когда опять в России списком назначают врагов народа иноагентов, или начинают травлю вот таких людей, Алла Пугачева только в ряду и в этом большом списке, и вот после Путина, вот как эти люди, которые плевали в спину этих людей, как они себя поведут, и что будет с теми, кого уже назначили иноагентами, врагами народа, вот как это будет теперь? Вы знаете, все зависит от ответа на вопрос, что такое теперь. Теперь это сейчас, сейчас понятно, как это будет. Значительная часть этих людей находится в других странах, врастает временно или постоянно в жизнь в других странах, это ну такой, в общем, достаточно понятный вопрос. То есть, это люди эмигрировали, если они остались в России, то они либо сидят, либо ждут посадки. Здесь тоже все понятно. Пугачева не случайно уехала. Понятно, что с ней произошло бы в конечном итоге, если бы она осталась в России. Значит, и делать там ей нечего, потому что никакой деятельности она заниматься не могла бы. Значит, если слово теперь означает, что после того, как произойдет неизбежный разгром и обрушение путинского режима, то, на мой взгляд, ответ на этот вопрос зависит от того, как будет выглядеть это обрушение, будет это развал России, что очень вероятно, или это будет какая-то военная хунта, которая некоторое время поддерживает власть, а потом, опять-таки, с достаточной степенью, высокой степенью вероятности, произойдет окончательный развал Российской империи. Ну, вот это зависит от того, что произойдет на политической сцене, потому что если будет развал, если будет так называемая Великая Смута, это один из атрибутов русской истории, который периодически с ней случается, ну, то тут что делать? В данном случае можно сказать, что люди, которые в этой ситуации лучше находиться подальше от России, если говорить о выживании, потому что Великая Смута это такая история, так сказать, в какой-то степени война всех против всех, элементы гражданской войны, самозванства и прочие прелести, которые, в общем, из российской истории хорошо известны, и они никуда не делись, они сидят внутри, они сидят внутри. Вы не верите, что будет своего рода реабилитация вот этих новопризначенных врагов народа и покаяние тех, кто проводил травлю, просто не будет времени на эти процессы или как? Промежуточное состояние, при которой возможна реабилитация, это, ну, есть у нас такой термин, так сказать, иронический, называется прекрасная Россия будущего, да, без сарказма этот термин воспринимать сегодня совершенно невозможно, вот, при всем моем уважении и почтении к автору этого термина, который тоже, кстати говоря, с некоторой иронией его произносил, я имею в виду, конечно, Навального, но, так сказать, никакой, конечно, прекрасной России будущего не состоится, это на сегодняшний момент очевидно, она может там состояться на каких-то участках, осколках развалившейся России, но это тоже вопрос, поэтому реабилитация, да, конечно, она фактически не нужна, понимаете, вот, кому нужна реабилитация, она нужна Пугачевой, что ли? Пугачева народная певица, народная артистка Советского Союза, России, и, в общем, ну что, ей нужна реабилитация какая-нибудь, это смешно даже, кому нужна еще реабилитация, она нужна Гаре Каспарову, гениальному шахматисту и достаточно любимому очень многими людьми человеку, она ему нужна, что ли, от кого реабилитация, да господи боже мой, наплевать и забыть, поэтому реабилитация нужна тем людям, которые сейчас сидят в тюрьме и которые должны выйти, они выйдут тогда, когда рухнет путинский режим и вся эта шобла окажется под судом, от кого реабилитация, от Путина, да пусть он просто нормально, ну если он доживет до суда, пусть он получит свое пожизненное и там в тюрьме может дальше не реабилитировать, осуждать кого угодно, поэтому я вообще, честно говоря, не очень понимаю вот этой конструкции реабилитации, представить себе, что после... ее только в паре с покаянием, то есть она имеет смысл только тогда, когда люди, которые брали в массовую процедуру травли, покаяются в том, что они были безмозглыми собаками путинского режима, вот где главное цимис этого процесса. я не понимаю логистики этого процесса, я не понимаю дорожной карты, с помощью которого те люди, которые сегодня травили и травят и кричат те же самые полицейские, которые вот вы сейчас показали, полицейские, которые задержали человека за прослушивание украинской музыки, я совершенно не понимаю каким образом они дойдут до того, что они были неправы. Во-первых, у них вот то так сказать пространство между ушами, которое должно, в котором должно произойти какой-то процесс, должен произойти какой-то процесс покаяния, а у него заполнено совершенно другим веществом, там этого процесса в принципе не может быть, там нет такого устройства, такого прибора, приспособления, такого института, как совесть, стыд и так далее. Этого просто нет, это не заложено в конструкцию, поэтому говорить о покаянии здесь невозможно. Покаяние это интеллигентский, я с огромным уважением отношусь к Абуладзе и к вот этому фильму покаяния, так сказать, да, это замечательный фильм, но это сугубо интеллигентская история. Кто такой интеллигент? Это лишний человек в русской системе, это недопереваренные, вот такие люди, как, ну, поскольку вы тоже были частью Российской империи, вот мы с вами, это недопереваренные части русской системы. Вот русская система не до конца переварила русскую популяцию, и вот в качестве недостатка русской системы появились такие люди, как мы с вами, как интеллигенция, как казательство и так далее, то есть это недоработки русской системы. Вот покаяние продукта это недоработка. Понятно. Игорь, огромное спасибо за интересный разговор, мы вышли опять же на этот рубильник, с чего и начинали, да. Игорь Яковенко, наш коллега журналист, до новых встреч в программе железный занавес.